В московский регион пришел полярный циклон. На неделе ожидаются морозы и снегопады. На дорогах гололедица. Кстати, статистика падений открыта. За два дня в трампункт обратились три человека. Поэтому одеваем обувь с рифленой подошвой, смотрим под ноги, а в случае падения правильно группируемся. Как? Напомнят профессионалы. Расскажите, пожалуйста, как правильно падать? Начнем с того, чтобы сначала не упасть. Да, наша походка должна быть. Вес тела мы переносим сразу на ногу, ступающую вперед, с небольшим наклоном. Мы сейчас попробуем закрепить прямо. Шаг у нас. Пусть он будет небольшой, да? Но уверены и мы спокойно двигаемся даже по нашему скользкому льду. Очень похоже на пингвинов. Да, да, да. А ходят ли так, может быть, профессиональные спортивные девочки? Ты просто, ты просто, ты просто, ты просто. Кто так, кто так ходит? Я так вам скажу, что нас пытаются на награждениях даже на шпильках ходить здесь, выходить. И ничего, и не бояться. И пингвини походкой, нормально. Ну вот, мы нечаянно подскользнулись. Для того, чтобы нам удержаться, мы нужно балансировать, балансируем руками. Да, вот, все-таки они нам помогают. Нашли баланс, остановились. Если вдруг ничего не получилось, и наше падение идет вперед, мы стараемся упасть на руки, да? Но не на прямые локти, а локти у нас амортизируют. То есть вот мы падаем и согнули тут же локоточки. Подскользнулись и падаем на бок. Пытаемся все собраться. Голову прижать, локти, чтобы не повредить плечевые суставы. Тоже идет все вот так. То есть при падении самое главное группироваться. Да, здесь группироваться. И также при падении назад, да? Тоже очень опасное падение, потому что очень часто заканчивается травма головы. Почему? Потому что мы все сразу распластались, корпус ушел назад. Здесь мы тоже группируемся, голову прижимаем к себе, а руки наоборот распластываем. Вот так. А обязательно ли ноги держат? А они пидут по инерции. Итак, делаем выводы. По льду ходим пингвинами, а при падении правильно группируемся. А чтобы порой не чувствовать себя в гололедицу, как небезызвестное порнокопытное животное, используем лайфхак по улучшению сцепляемости обуви. Наносим немного клей на подошву и посыпаем песком. До весны хватит.